Уважаемые студенты, я Аташа Визахадат Аташвуджаевна, преподаватель русского языка и литературы профессионального колледжа имени Анвара Исмаилова. Сегодня тема нашего урока – однородные члены предложения, знаки препятания при них. Цели – расширить знания учащихся об однородных членах предложения, учить находить однородные члены предложения, продолжить работу по формированию умения ставить знаки препятания при однородных членах предложения, развивать критическое мышление, уметь ставить проблемные вопросы, обобщать полученные данные и делать выводы, развивать устную и письменную речь учащихся, логическое их мышление, навыки самостоятельной или коллективной работы, способствовать развитию любви к родному языку, любви к родной природе, к родине. Однородными членами называются слова, которые относятся к одному и тому же слову, отвечают на один и тот же вопрос, являются одним и тем же членом предложения. Какими же членами могут быть однородные члены предложения? Однородные члены предложения в предложении могут быть подлежащими. Например, Маша и Витя встретились случайно. Кто Маша, кто Витя – однородные подлежащие. Грибы и ягоды расти на поляне в изобилии. Что грибы и что ягоды – однородные подлежащие. Я одновременно слушаю и пишу. Однородные сказуемые слушаю и пишу. Ласточки кружатся над озером и ловят мушек. Кружатся и ловят однородные сказуемые. «Мы увидели тебя и маму». Кого увидели? Тебя и маму. Однородные дополнения. Я люблю булочки и пирожки. Булочки и пирожки – однородные дополнения. Ветер гнал желтые и красные листья клёнов по улице. Желтые и красные – однородные определения. Нежные и трепетные слова мама произнесла в день рождения своей дочери. Нежные, трепетные – однородные определения. Однородные обстоятельства. Я быстро и чётко проговорил слово. Как быстро, как чётко – однородные обстоятельства. Грибы росли быстро и всюду. Быстро и всюду – однородные обстоятельства. Знаки препинания при однородных членах предложения. Однородные члены предложения соединяются перечислительной интонацией, когда отсутствуют союзы, или же соединительными союзами, разделительными и противительными. Соединительные союзы – и, да, и, не, тоже, так же, не только, но и, как, так и. Разделительные союзы – или, либо, не то, не то, то, то. Противительные союзы – а, но, да, зато, однако же. Запятые в предложениях с однородными членами предложения. Однородные члены предложения могут разделяться запятыми, а могут и не ставиться запятыми. И даже запятая не ставится. Перед употреблением одиночного союза на схеме вы видите круглым изображены однородные члены предложения, между ними однородные, одиночные союзы. Союз – и, или союз – или, да, значение – и. В таких случаях запятая не ставится. Запятая ставится, если повторяется один и тот же союз несколько раз, но перед первым союзом запятая не ставится, в последующих случаях ставится запятая. Посмотрите, вторая схема. И союз – или, или. Перед первым или запятая не ставится, перед последующим запятая отделяется однородные члены предложения. Или же два однородных члена соединяются с союзом «и», и между ними ставится запятая, если вторая пара также соединяется с союзом «и». Девочки и мальчики, взрослые и дети, прыгнули с палубы. Девочки и мальчики – это однородные члены предложения, между ними не ставится запятая. Взрослые и дети – это также взрослые и дети, это однородные члены предложения. Между ними не ставится, а ставится запятая, мальчики и девочки запятая, взрослые и дети ставится запятая. Смотрите, пожалуйста, я приведу еще примеры. Например, мел и губка лежали возле доски. Между двумя однородными членами ставится союз И, но запятая не ставится. Коты и собаки не любят друг друга. Кто коты и кто собаки соединяются однородным союзом и одиночным, и между ними запятая не ставится. А в предложении я читал и Пушкина, и Лермонтова, и Державина, перед И, Пушкина, запятая не ставится, в последующих и Лермонтова, и Державина ставится запятая. Теперь перечислительная интонация у нас есть еще. В перечислительной интонации союз не употребляется, поэтому между однородными членами ставится запятая. Дома улицы переулки мелькали из окон машин со скоростью человеческой мысли. Дома улицы переулки – это однородные члены предложения, между ними нет союзов, после однородных членов ставится запятая. Теперь знаки припинания при обобщающих словах. При однородных членах могут быть обобщающие слова. Если обобщающее слово находится перед однородными членами, то после обобщающего слова ставятся двоеточие, однородные члены отделяются друг от друга запятыми. Первая схема, вторая схема точно таким же образом, но в них употребляются вводные слова, например, а именно как-то. После них ставятся двоеточие, а потом пишутся однородные члены, которые между собой отделяются запятыми. Третье. Обобщающее слово находится после однородных членов предложения. Если обобщающее слово находится после однородных членов, то перед обобщающим словом ставится тире. Третий случай. Обобщающее слово может находиться в начале однородных членов предложения и продолжаться после однородных членов. В этом случае после обобщающего слове ставится двоеточие и в конце предложения перед обобщающим словом ставится тире. Вот мы, ребята, вместе с вами повторили однородный членок предложения знаки препинания при однородных членах предложения. Однородные члены предложения, что же это такое? Это такие слова, которые относятся к одному и тому же слову предложения. Обычно однородные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос. выполняет предложение одну и ту же форму предложения. То есть они могут быть однородные главные члены предложения, подлежащие и сказуемые, или же это однородные второстепенные члены предложения. Это дополнение, определение и обстоятельства. Ребята, мы сегодня кратко прошли, очень кратко прошли, у нас времени очень мало, прошли тему «Однородные члены предложения и знаки препинания при однородных членах предложения». Задание надо вам, вам надо написать небольшой текст с использованием однородных членов предложения. Если возможно, чтобы в этом тексте были обобщающие слова, вам необходимо правильно поставить знаки препинания, письменно отправьте задание. На этом наш урок заканчивается. До свидания. Желаю вам успеха.